Итак, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы сосредоточиться на центральном матче очередного тура РПЛ на игре между Спартаком и Зенитом, где мы ждали напряженной борьбы, а получили победу Зенита со счетом 7-1. В общем, борьбы особой, к сожалению, не вышло, и матч получился абсолютно односторонним. Ну а что думают об этом иностранцы? Давайте разберемся. Я зашел в соцсети и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас, понятное дело, зачитаю вам перевод этих комментариев для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 2021, Калуцкий, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Матео Вивиани написал, вот это да, центральный матч чемпионата России закончился полным разгромом одной из команд – 7-1. Это даже больше позор, чем то, что случилось с Манчестером в игре против Ливерпуля. Ну, да, в одном из параллельных матчей в европейском футболе также было серьезное противостояние двух больших команд – Ливерпуль-Манчестер-Юнайтед, и закончилось все разгромом МЮ. Ну и, в общем-то, сейчас уже появилось множество шуток и фото-жап на тему того, что вот и Сольшер, и Руи Витой оказались в похожей ситуации. Черт, это самое печальное, что я когда-либо слышал. Маоисио Моралес написал, сегодня в России сыграли две команды, которые заняли первые два места в прошлом сезоне. Я ждал борьбы, а мы получили унижение одной из команд – 7-1. Ну да, борьбы не получилось. Патрик Дуда написал, Спартак деградировал до такого позорища. Не пойму, как команда умудрилась скатиться до подобного уровня? Это какой-то позор? Ну, здесь, конечно же, следует признать, что Спартак сейчас находится в тяжелом положении, и все понимали, что Зенит – фаворит, но 7-1 мало кто мог представить. Джузеппе Маркесе, я одно не могу понять, как мой Наполе умудрился проиграть такой команде? Ну, я думаю, та победа над Наполе является загадкой и для Спартака, и для неаполитанцев, каким образом это произошло, учитывая то, что Наполе на тот момент был лидером чемпионата Италии без единого потерянного очка. Ну вот они взяли и проиграли Спартаку. Такое тоже бывает. Иногда вот такие чудеса. А вот в матче с Зенитом Спартак уже ничего не показал и получил 7-1. Лизет Флорес написал, «Зенит» разгромил Спартак без Малкома, Дзюбы и целого ряда других лидеров. Видимо, команда выиграет еще один чемпионат России. Кристофер Нава давненько не видел такого унижения одной команды, другой. Спартак мог пропустить даже больше, чем 7 мячей. Доминика Кошта, Клаудинью и Венделл просто уничтожили Спартак в полузащите. Думаю, эти парни становятся настоящими звездами в «Зените». Ну а Малком уже приходил в эту команду звездой. Ну это, очевидно, мнение бразильца. Ну и Морисо Ди Пьетро написал, «Мне становится волнительно за второй матч против «Зенита». Глядя на то, как «Зенит» сыграл с «Ювентусом» в первой встрече, и на то, как он разгромил принципиальных соперников из «Спартака», я понимаю, что нам будет очень тяжело во второй игре». Ну а это, очевидно, фанат «Ювентуса». И мы будем надеяться, что в ответной встрече с «Юве» «Зенит» действительно покажет очень крутой футбол, и, хочется верить, сможет набирать очки. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.